Всем привет! На обзоре новинки бренда Beside. Это новое обновление старой версии ADMS, который мы публиковали больше года назад. Посмотрим, что стало лучше. Всем приятного просмотра! Модели теперь комплектуются прекрасным футляром для удобства хранения и транспортировки. Одинаковая комплектация в обоих приборах. Неплохого качества шупы. Есть изоляционные наконечники. Максимальный ток коммутации до 10 ампер и разъемы шупов не подходят под промышленные гнезда. Поднимается уровень качества, о чем свидетельствует и в комплекте сертификат соответствия поверки. Руководство пользователя на китайском и английском языке, где можем видеть все основные технические параметры прибора. По функционалу приборы очень похожи друг на друга. Снизу расположены гнезда шупов. Сенсор для большей чувствительности функции детектора максимально вынесено вперед. Подсек для элементов питания вмещает одну батарейку стандарта 3А 1.5 вольт. В целом очень аккуратное качество изготовления. В отличие от старой серии здесь уже появился на дисплее цветной индикатор или так сказать графический индикатор. Ну а самая большая ценность этого мультиметра возможность в автоматическом порядке подбирать режим измерения. Особенно полезная пользователя. Есть функция энергосбережения. Видим дисплей становится тусклым. Данная модель отличается применением жидкокристаллического монохромного дисплея. Есть достаточно яркая подсветка и еще фонарик. Здесь тоже есть фонарик. Включается той же кнопкой. Есть возможность обнаружения фазы с помощью одного шипа. Как видим прибор способен отличать. Ну и все то же самое на втором приборе. Снова ничего не переключаем. Режим измерения подбираются в автоматическом порядке. Видим измерение переменного напряжения. Ну и возможность одновременного измерения частоты. Здесь все то же самое. Есть индикатор опасного высокого напряжения. Есть измерение напряжения и одновременно частоты. Мгновенное измерение элементов питания. Одинаковое быстрое измерение и тут. Нормальное излечение истинного среднеквадатичного значения для своей ценовой категории. В чем можем убедиться на высококачественном осциллографе Райгала. И частота здесь смотрим не просто муляж, а реально работает, измеряет. И на такой пиковой амплитуде максимум измеряет до 800 Гц. А эта модель кажется даже чуть меньше. Минимально возможное обнаружение переменного напряжения. Это чуть менее одного вольта. И все что ниже определяется как режим измерения сопротивления. На постоянном напряжении все та же самая картина. Нормальное измерение начинает примерно с половины вольта. Но хочется отметить очень хорошую точность. И самое главное с увеличением не набегает погрешности. Здесь тоже можем видеть точь-точь повторяет показания высокоточного блока питания Райгал. Прекрасный результат. Ну и здесь нижний порог измерения половина вольта. Оба прибора одинаковы в плане степени безопасности категории второй и максимальной возможности измерения до 400 вольт. Если верить этой маркировке. Ну и в приборе есть такая важная функция как прозвонка. В знак поддержки развития канала не забудьте лайк, комментарий и подписаться. Ну вот скорость отклика здесь невысокая. Но это специфика скорее всего из-за полного автоматического выборов режима измерения. Ну и видим скорость размыкания. Здесь тоже нельзя рассчитывать на скорость прозвонки. Ну и размыкания все аналогично предыдущей модели. Видео измерения сопротивления идет в ускоренном режиме. 5 Ом. Есть измерения. 1 мега Ом. Есть. 23 мега Ома. И здесь полная тишина. На этой модели также смотрим измерения. 5 Ом. Видит как 4 Ома. Ощущается занижение показания измерения. 1 мега Ом. Отличный результат. Но 23 мега Ом тоже не видит. Небольшой тест проверки функции детектора. Измерения даже без включения высокой чувствительности. Смотрим. Это не муляж и как точно распознает на одном и том же расстоянии. Хотя на обнаружение влияют очень много разных факторов. Это и глубина провода в стене, экранированный провод, возможность поглощения поля непосредственно в стене. Но что касается открытого провода, как видим, прекрасно удается распознать. Причем на значительном расстоянии. Эти модели китайцы называют как 3 прибора в одном. То есть мультиметр, детектор и фонарик. Это конечно хороший фонарик не заменит. Но с ним тоже можно что-то разглядеть. Хотя на этой модели функция фонарика реализована гораздо лучше. Хорошие углы обзора. Этот дисплей также показывает прекрасные углы обзора. Теперь будем смотреть какое потребление тока у данных мультиметров. При напряжении 1,2 вольт прибор включается. При этом очень высокие токи потребления 55 миллиампер. Но при этом видим, горит индикатор низкого заряда. И прибор спустя незначительное время отключается, уходит в защиту. А при нормальном напряжении в 1,5 вольт. Уже видим, падает ток потребления. Смотрим потребление тока в выключенном состоянии. Здесь все нули. Здесь подсветка дисплея реализована отлично. Нет автоматического отключения. Функция автопоуэр офф. Функция автоматического отключения прибора при бездействии происходит спустя примерно 3 минуты. Ну и здесь токи потребления 11 миллиампер при напряжении 1,2 вольт. Включение подсветки значительно увеличивает потребление. Ну и здесь тоже видим, не хватает напряжения. Прибор уходит в защиту. Ну а с нормальным напряжением 1,5 вольт падает ток потребления. И с подсветкой тоже на 10 миллиампер ниже. Смотрим ток потребления в выключенном состоянии. Здесь как видим все нули. А вот в режиме измерения микроамперов. Тут тоже видим нет потребления тока. Спасибо за просмотр. Продолжение следует. Продолжение следует.